Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. В начале коротко о некоторых темах выпуска. Сочинцам будут чаще прописывать МАЦЕ-100. Об этом говорили сегодня в Сочи на конференции по развитию бальнеологии. Лесопарк защитят. Глава Сочи поручил остановить застройку юго-восточного склона Бытхи. Морская царица не пропустила контрабандные сигареты. Собака с красивым именем помогла найти запрещенный груз. Сочинцы смогут увидеть диалог двух художников. В художественном музее открылась выставка «Конфигурация». Участники Кубанского форума «Дело за малым» впервые смогут на месте оформить и зарегистрировать ИП. Об этом журналистам рассказал глава края. Вениамин Кондратьев отметил, что на бизнес-площадке начинающие предприниматели смогут показать презентации своих проектов и получить оценку или совет от ведущих экспертов. Также те, кто решит открыть свое дело, прямо на форуме смогут оформить и зарегистрировать ИП при помощи сотрудников МФЦ. Мы постарались сделать так, чтобы форум стал по-настоящему интересным и полезным событием. Площадкой, вызывающей доверие у представителей бизнеса, как известных, так и начинающих. Местом, которое объединяет, помогает каждому участнику получить новые знания, контакты и мотивации. Форум «Дело за малым» уже третий по счету и самый масштабный по охвату. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 27 тысяч человек. Это почти в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. И прием заявок продолжается, отметил губернатор. Центральным событием форума стало пленарное заседание. Желающих попасть на встречу оказалось гораздо больше, чем мест. Такой интерес вызвал состав спикеров. Открыл дискуссию губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев поприветствовал участников и заострил внимание на теме форума «Человеческий капитал». Глава региона отметил, что, несмотря на очень разный состав участников, всех их объединяет стремление к успеху. Власти тоже нужен человеческий капитал. Человеческий капитал нужен в законодательном собрании, в исполнительных органах власти. Вот какие там будут люди, чиновники, управленцы, такая будет и власть. Вот они же и создают условия, в том числе для развития экономики малой, средней, большой. Конкуренцию, прозрачность. Неважно, какого бизнеса малого, среднего, большого на рынке обеспечивает в первую очередь власть. Поэтому, если уж говорить о человеческом капитале, то во власти он первичен, тот настоящий, дорогой человеческий капитал, который на самом деле сможет, в том числе, добиться экономических рывков или в целом результата. Среди выступающих на пленарном заседании также полномочный представитель президента по защите прав предпринимателей Борис Титов, бизнесмен и меценат Сергей Галицкий. Гости обсудили человеческий капитал как фактор национального прорыва, моделировала встречу журналист Наталья Литовко. В России 80% осужденных за убийство женщин попадают в колонии из-за превышения самообороны против насильников. Такая фраза прозвучала на международной конференции в Сочи. Проект сотрудничества в области реализации национальной стратегии действий в интересах женщин объединил более 60 спикеров. Среди которых члены Совета Европы, представители органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также общественники. Форум состоялся при поддержке администрации Сочи. Бьет, значит любит. Пожалуй, это устоявшееся в России выражение давно сошло на нет. Однако женщины продолжают подвергаться домашнему насилию, равно как и продолжают молчать. По мнению экспертов, боязнь россиянок заявить во всеуслышание о проявлениях сексизма и беззакония в семье или обществе напрямую связана с пробелами в социальной политике страны. В своем выступлении об этом заявила и депутат Государственной Думы, журналист и общественный деятель Оксана Пушкина. Для начала надо навести порядок в своей голове, надо честно и искренне, иногда эмоционально произносить вещи, которые нас волнуют, и не прятать голову в песок только потому, что я могу каким-то образом честь страны затронуть. Женщины в стране не защищены. Вот и все. И поэтому я буду об этом говорить. И наша страна одна из немногих стран, которая не приняла до сих пор закон о профилактике домашнего насилия. Закона действительно нет, но законопроект уже на стадии рассмотрения. Также впервые в истории страны принята и национальная стратегия действий в интересах женщин, разработанная на 2017-2022 годы. Шесть основных разделов зафиксировано. Это участие женщин, общественно-политической женщин, деятельности жизни. И это связано с профилактикой насилия в отношении женщин. Это демографический аспект. То есть все эти формы и проявления участия женщин направлены на достижение и поддержку прав и сближения. Совместный проект Совета Европы и правительства России направлен не только на профилактику домашнего насилия. В первую очередь эксперты предлагают улучшить социальное и финансовое положение женщин, дать им возможность реализовываться, несмотря на гендерные обязательства. В России очень хорошая стартовая позиция для реализации программы гендерного равенства. Потому что в России женщины хорошо образованы, они сильные и очень волевые. И многие мужчины уважают российских женщин. В моей стране, Норвегии, тоже существовала проблема неравенства, но было принято решение разделить обязанности между мужчиной и женщиной поровну. Не надо никого убеждать, что это важно, что женщина должна иметь равные права. Нет, сейчас концентрация должна быть именно на том, как ей в этом помочь. Это, прежде всего, конечно, проявление в области социальной политики. Это проявление в каких-то бытовых, текущих вопросах. Отдельная тема для дискуссии – участие женщин в мировой общественно-политической жизни. Эксперты из-за рубежа сошлись во мнении, что число мужчин в руководящем аппарате многих стран значительно превышает число женщин. По словам европейцев, это отчасти и формирует в социуме гендерные предрассудки. Мы считаем, что политические партии любой страны могут принять решение о том, что женщины будут более активно участвовать в их работе. И в любых переговорах принцип равенства будет учитываться. Не дожидаясь каких-то гендерных квот, партия может чередовать в своем списке мужчин и женщин. Таким образом, у женщин появится больше шансов влиять на ситуацию в обществе. В ходе дискуссии участники отметили, что испокон веков Россия была и остается достаточно патриархальной страной. Однако это не мешает женщинам работать в правительстве, возглавлять политические партии или даже целые регионы страны. А что касается домашней тирании, насилия, то здесь все должна решить законодательная база. По мнению экспертов, ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации, касающиеся превышения самобороны, необходимо пересматривать. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Сочинцам будут чаще прописывать Мацесту. Местные жители должны пользоваться уникальными природными богатствами курорта, принимать бальнеопроцедуры в качестве лечения и профилактики заболеваний. Об этом сегодня говорили в Сочи на третьей научно-практической конференции по развитию бальнеологии. Подробнее Ольга Десятого. У этой воды нет противопоказаний. Сплошная польза. Пластунскую минералку Ольга Напалкова пьет каждый день. В Сочи на бальнеокурорт Мацеста приехала из Москвы. Говорит наслышанно о целебных свойствах местных источников. Это курорт с давнешней историей, с рекомендациями. По крайней мере, абсолютно точно знаю, что люди очень довольны, которые здесь отдыхали и проходили лечение. Пластунскую воду внутрь, огненную снаружи. Врач готовит сероводородную ванну. Об этой воде говорят – пахнет плохо, зато лечит хорошо. Недаром чаша с лечебной, как ее называют на Мацесте, огненной водой, размещена на гербе города. Еще здесь прописывают ее добромную ванну и радоновую, насыщенную природным газом. Такие любил принимать Сталин. Сегодня на Мацесте в год проводят до полутора тысяч лечебных процедур. Сюда едут со всей страны. В год около 40 тысяч человек. Но известная здравница, с которой и начинался Сочи как курорт, могла бы принимать и больше. О развитии бальнеологии говорили сегодня в Сочи на научно-практической конференции. В город приехали курортологи, врачи и ученые из Крыма, Кавказских минвод, курортов Кубани, а также из Абхазии и Белоруссии. Порядка 120 участников. Инициатором проведения конференции выступило городское собрание Сочи. В прошлом году 40 тысяч человек фамилий посетило Мацесту и только 2% местных жителей. Поэтому мы выстраиваем нашу работу таким образом, чтобы, первое, решить проблему привлекательности города и отдыхающие должны приезжать к нам. А второе, очень важно, сделать доступным для местных жителей. Для этого врачи местных поликлиник должны прописывать сочинцам бальнюю процедуры в качестве лечения или профилактики заболеваний. Стоимость профилактики в 8 раз ниже стоимости лечения. Санаторно-курортное лечение – это экономически выгодное, перспективное направление. Поэтому интеграция технологии восстановительного и санаторно-курортного лечения в общемедицинскую практику является сегодня наиболее актуальной задачей. Депутаты предложили провести дополнительные обучающие курсы для сочинских врачей, рассказать о пользе бальнеотерапии, чтобы медики чаще прописывали пациентам этот вид оздоровления. Кроме Мацесты в Сочи еще 66 санаториев и пансионатов с лечением. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ Хаотичную частную застройку юго-восточного склона горы Бытха необходимо остановить. Уникальный лесопарк в площади около 100 гектаров должен быть сохранен для местных жителей. Такое поручение дал сегодня мэр Сочи Алексей Копайгородский во время утреннего обхода популярного пешеходного маршрута. Сегодня знаменитый бытхинский теренкур, который начинался от санатория Ворошилова и заканчивался на самой вершине горы Бытха, забыт и заброшен. В начале нулевых со стороны моря сюда потихоньку стала заходить тяжелая техника. Тогда же и началась эпопея противостояния общественников с частными застройщиками. Она продолжается до сих пор. И это несмотря на то, что в микрорайоне сегодня проживает около 20 тысяч человек. Вверху еще не дошли строители, наши замечательные застройщики. Внизу, вот мы вам всю информацию предоставим, к сожалению, подъезда быстрого нет там, но там кошмар. Потому что здесь красота, деревья и так же было и внизу. Теперь там вместо общедоступной дороги частная, заборы, дома, абсолютно разные дома. И эти дома стоят вот в этой красоте. Если и дальше так пойдет, то через несколько лет от леса не останется ничего, уверены местные жители. Этого допустить нельзя, считает глава Сочи Алексей Копайгородский. Есть поручение губернатора Краснодарского края о сохранении всех зеленых зон. И его необходимо выполнять. Ранее большая часть этих земель входила в состав Сочинского нацпарка. Сейчас они находятся в собственности у Росимущества. Задача первоочередная – присвоить зеленому массиву статус особо охраняемой природной территории. В ближайшее время будет инсейнерово-рабочая группа по сохранению всех земель, которые здесь находятся, и недопущению, чтобы здесь кто-то что-то застраивал. Потому что мы сами видим, все, что мы прошли сегодня – это достояние наследия советского времени. Вместе с тем, как вы говорите, чтобы здесь ничего не застроилось, нужно, чтобы здесь была и соответствующая инфраструктура, пешеходные дорожки, какие-то элементы благоустройства для того, чтобы люди здесь спокойно гуляли. Освещение здесь же в ночное время спокойно пройти нельзя. А чтобы аппетиты частных застройщиков не добрались до самого верха горы Бытха, общественников призвали работать в тесном взаимодействии с администрацией и правоохранительными органами. Галина Манисеева, телекомпания «Ивкатэ». К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 19 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем 19, 21 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 20. Компания «Сауд» приглашает на выставку православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира. Встречи с духовенством, православные товары, продукты, мед. С 22 по 27 октября. Гранд-отель «Жемчужина». Парк «Ривьера» отказался сотрудничать с фотографами, которые используют животных. Такое решение принято после визита главы Сочи. Алексей Копайгородский поручил разработать долгосрочную концепцию по развитию «Ривьеры». А главное – сохранить и восстановить богатый ботанический фонд. На зеленых зонах парка уже полностью демонтированы рекламные конструкции, щиты и перетяжки. Начат демонтаж торговых павильонов и призовых аттракционов. Расторгнутые все договоры с фотографами, которые используют животных. Отныне предприниматели с попугаями и обезьянами не имеют права работать на территории парка, иначе им грозит штраф. Параллельно создается единая концепция развития парка. Ее представят уже к концу года. Далее парк «Ривьера» ждет поэтапная реконструкция. Найти контрабандные сигареты помогла морская царица. Так зовут служебную собаку. Автомобили с тайниками пытались пересечь российско-абхазскую границу. Лабрадор по кличке Ундина морская царица обнюхала вазовскую восьмерку, прибывшую из Абхазии, и забеспокоилась. И не зря под обшивкой кузова в районе второго ряда сидений, а также под обшивкой крыши, найдено тысяча пачек сигарет без акцизных марок. Водитель, неработающий 29-летний гражданин Абхазии, пояснил, что планировал таким образом заработать. Ночью был задержан еще один автомобиль – Hyundai Solaris. В иномарке сигареты были спрятаны под рулевой колонкой в бардачке вместо фильтра кондиционера в передних и задних спинках сидений под чехлами под обшивкой багажника в заднем бампере. Искусная маскировка не помогла. Таможенники изъяли 700 пачек сигарет без акцизных марок. Нарушителям грозит крупный штраф, а также конфискация машин. Продолжаем с результатом их труда. Жители края встречаются каждый день в Краснодаре. В преддверии профессионального праздника поздравили работников дорожного хозяйства. В зале филармонии собрались представители отрасли со всего региона. Поздравить их лично пришел губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что дороги – это по-настоящему двигатель экономики Кубани, а о качестве трасс уже давно известно по всей России. По старым дорогам к новым горизонтам доехать невозможно. Поэтому и в целом, если мы говорим о экономическом развитии края, конечно, нужны новые современные дороги. Современные дороги, которые уже отвечают современному уровню жизни. У нас и туристы, автотуристы со всей страны, и грузы со всей страны, они первые говорят о том, что какие дороги в вашем регионе. Знаете, как это приятно слышать? Ну, не от них, а от их работодателей, от серьезного бизнеса, который пользуется услугами перевозчиков. И это все, вот то, что они говорят, какие у вас качественные дороги, это результат труда людей. Коллеги, вашего труда, вашего. Не перестану повторять. Спасибо еще раз вам за это огромное, за эти имиджевые составляющие нашего края. В этом году в регионе на два месяца раньше срока завершили все работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Отремонтировано свыше 240 километров проезжих частей и тротуаров. Дорожная отрасль на Кубани – одна из самых финансируемых, что позволяет поддерживать высокий уровень автомагистралей. С 2015 года Дорожный фонд Края увеличился в 2,5 раза. В 2,5 раза. И сегодня, вы знаете, что он составляет почти 35 миллиардов рублей. А финансирование содержания муниципальных дорог в 2015 году – 2 миллиарда. А на этот год – 10 миллиардов. Это тоже очень важно нам всем понимать, чтобы у вас был качественный результат. Для вас нужно создать очень хорошие качественные условия. А финансовая составляющая здесь важна. Исходя из того, что я сказал, нам не нужно делить дороги на главные и второстепенные. Что это сельская, а это городская. Это главная дорога, а это второстепенная. Не нужно. Не нужно, потому что, еще раз подчеркиваю, и по тем, и по тем дорогам ездят люди. Значит, все дороги должны быть одинаково комфортными и одинаково безопасными. Непростой и очень ответственный труд дорожников заслуживает искреннего уважения. От эффективности вашей работы, от состояния наших дорог, зависит безопасность и качество жизни людей. Автомобилистов, пассажиров. Более того, улучшается транспортное сообщение между населенными пунктами. Ремонтируются дороги, мосты. Развивается и благораживается сопутствующая инфраструктура. Лучшим сотрудникам отрасли присвоили звание «Заслуженный дорожник Кубани». Почетные значки и благодарственные грамоты на сцене вручил губернатор Краснодарского края. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. На водоканале заработал асфальтный мини-завод. С помощью нового оборудования специалисты будут восстанавливать дорожное покрытие сразу после разрытий. Сегодня мобильную установку протестировали прямо на территории водоканала. Это не археологические раскопки. В этом месте случился порыв водопровода. Чтобы ликвидировать аварию, специалистам водоканала пришлось снять с дороги асфальт. Положить его обратно должен был подрядчик. Но, как показывает практика, такие организации часто затягивают сроки. Отчего на городских дорогах, то тут, то там возникают ухабы и ямы. Доводить дело до конца теперь будет сам водоканал с помощью «Мустанга». Так называется асфальтный мини-завод отечественного производства. Приобрел его для предприятия муниципалитет. Сохранить облик в Сочи привлекательным – главная задача городских властей. Поэтому сегодня водоканал обязан не только устранять течи и ремонтировать подземные коммуникации, но и восстанавливать дорогу после разрытий. Тестирование новой установки проходит на территории самого предприятия. Для этого здесь вырыли яму. Старый асфальт загрузили в тот самый «Мустанг». В этой мобильной установке он разогревается, превращается во вторсырье и снова готов к использованию. У нас в этом плане будет замкнутый цикл. Восстановление трубы, отсыпка и практически сразу асфальтирование. Это основная приоритетная задача. Чтобы у нас не было ни разрытий, ни брошенных ям, ничего того, что вызовет негатив у людей. То, о чем говорят часто и обращаются с этим вопросом регулярно. Данный завод позволяет повторно использовать асфальт. Положительно сказывается на экологии. Это минимизирует затраты по утилизации асфальта. Вторая часть установки – это каток. Вот так оперативно он укладывает только что переработанную асфальтовую крошку. Мы остались довольны результатом. Теперь мы его намерены применять непосредственно в черте города. Повторное использование асфальта позволит сократить затраты, что скажется и на тарифе. Если новая установка покажет себя эффективной, то муниципалитет готов вместе с водоканалом приобрести и второго «Мустанга». Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Роспотребнадзор готовит законопроект о сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. Предложение скоро направят на согласование в другие ведомства. По мнению экологов, такие меры нужно включить в профильный нацпроект и ввести полный запрет к 2024 году. Сокращение производства пакетов будет проходить поэтапно. Планируется, что в будущем их запретят, однако когда именно – неизвестно. Предложения о поправках в закон уже готовы, их поддержали в Минприроды. В конце марта Европарламент принял закон, который с 2021 года запретит производство и продажу пластиковых товаров на территории ЕС. Это относится к пластиковой посуде, контейнерам для еды, столовым приборам, соломинкам для напитков и ватным палочкам. По данным известий, после того, как многие магазины перестали бесплатно выдавать пакеты, спрос на них упал вдвое. При этом в Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что полностью отказываться от пластиковых пакетов можно только после того, как решится вопрос их замены. Предположительно, покупателям предложат бумажные пакеты изделия с биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки. Сочинцы смогут увидеть диалог двух художников. Сегодня в художественном музее открылась выставка конфигурации. Она разместилась в трех выставочных залах на втором этаже. Художники Олег Корчагин и Игорь Максименко работают независимо друг от друга, но иногда объединяются для создания совместных проектов. Первый опыт был в 1997 году, затем в 2006 и 2015, и спустя четыре года сочинские мастера кисти вновь решили провести своеобразный диалог, выраженный через цвета и формы. Конфигурация – так они назвали совместную выставку, к которой готовились два года. Зритель, который придет сюда, изначально прочитав это слово, он не поймет, о чем выставка. Но когда он сюда придет, он увидит двух разных художников, работающих в своей системе, ну, можно сказать, художественного мироздания. Мы даем зрителю возможность самому определиться, на что смотреть, нужно ли это в сегодняшнем мире или не нужно. Свобода восприятия цвета, линий предполагает эта выставка. Работы Игоря Максименко были написаны специально для этой выставки, ранее их никто не видел. Олег Корчагин же собрал как новые, так и полотна, написанные еще в 90-е годы. Выставка «Конфигурация» будет открыта по 17 ноября. Отмечу, что есть возрастное ограничение для ее посещения старше 16 лет. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.